Это программа финансы и я ее ведущий Иван Любименко. Сегодня мы поговорим о такой интересной теме, как управление личными финансами. Поможет ответить на вопросы, связанные с личными финансами, нам заместитель директора Волгоградского филиала компании «Разгострах» Шахов Александр. Добрый день. Здравствуйте, Иван. Александр, ну говоря об управлении своими финансами, в первую очередь нужно, наверное, ответить на вопрос, что конкретный человек хочет добиться. Ну, человек либо семья, потому что личные финансы — это тема, которая актуальна либо для одного человека, либо для бюджета одной семьи. Как вы считаете, в чем сложность поиска ответа на вопрос, чего мы хотим добиться и почему не всегда у некоторых людей получается быстро найти ответы на эти вопросы? Вы знаете, Иван, я абсолютно с вами согласен, что, говоря о личных финансах, для нас основным становится вопрос, чего человек хочет достичь. Причем цель нужно ставить как минимум на 10 лет. Это та перспектива, от которой хочет добиться человек. Нам нужно, чтобы эта цель была очень четкая и очень понятная. Нам нужно сконфигурировать те задачи, которые будет для себя ставить человек на эти 10 лет. Я считаю, что цель… Вот здесь есть такая информация, что это достаточно тяжело. Это все-таки задача, которая там ставится на длительный период, но считаю, что задача должна отвечать полностью всем критериям четкости. Мы должны точно понимать, какого результата мы хотим достичь в конце. Это не означает, что эта цель не может меняться в течение этого периода времени. Понятно, что изменяется конъюнктура рынка, понятно, что изменяется ситуация у человека непосредственно. Но изменить задачу и изменить тот финансовый план, который строится в рамках этой задачи, проще, чем идти к неизвестной цели. Ну, то есть расхожие ответы, которые можно, покопавшись и в себе, наверное, найти. То есть хочу быть богатым, хочу быть независимым финансом. Это слишком неконкретно и не позволит человеку выстроить правильный финансовый план. При этом, насколько я понимаю, все-таки на Западе данная услуга, которая исходит от финансовых консультатов, они помогают найти ответы на поставленные вопросы. То есть что хочет человек добиться более конкретно, более четко. На Западе эта услуга востребована. В России же практически, я не знаю людей, которые бы испытывали интерес к услугам профессиональных финансовых консультантов, которые помогут, могли бы помочь индивидууму составить свой личный финансовый план, в том числе и на 10 лет, либо на другую перспективу. Как вы думаете, почему же в наших городах российских, особенно в небольших городах, эта услуга в принципе не востребована? На самом деле, Иван, я считаю, что финансовые консультанты в России это тот сегмент, который еще только будет заполняться. На данный момент финансовых консультантов не так много. И в основном те, кто говорят о том, что они являются финансовыми консультантами, все-таки это больше люди, которые помогают разобраться немножечко в инструментах, которые есть на рынке на данный момент. Но они не являются финансовыми консультантами в прямом смысле. Они не готовы подготовить финансовый план для человека. И это связано, конечно, с развитием экономики, в котором находятся на данном этапе в России. Я считаю, что сейчас для каждого и на том уровне, и с теми инструментами, которые есть сейчас в России, каждый может составить для себя финансовый план самостоятельно. Было бы желание. Да, было бы желание, абсолютно верно. И это абсолютно реально сделать. Мы попробуем рассказать о инструментах, которые помогут людям в рамках финансового планирования. Но прежде чем мы перейдем к финансовым инструментам, все-таки есть немаловажный этап в финансовом планировании, то есть в личных финансах. Это определение текущего состояния. То есть некий бюджет на уровне одного человека, либо семьи, когда каждый может посмотреть на свои доходы, на свои затраты. И, в общем-то, зачастую, если человек начинает действительно на бумаге излагать конкретно, сколько в месяц он зарабатывает, сколько в месяц, и на какие статьи расходов у него деньги тратятся, к сожалению, часто люди приходят к неутешительному выводу, что практически все, что зарабатывается, все это тратится. И статьи затрат, которые после этого анализа выделяются, вот с ними, наверное, можно было бы и поработать, чтобы личный финансовый план приобрел какую-то конкретную динамику. То есть цель была бы достижима. Более того, есть люди у нас, которые не имеют, может быть, достаточной финансовой культуры в личном плане. И помимо того, что они тратят все, что зарабатывают, они еще и обращаются в банки за кредитами, в банки, в свою очередь, конкурируя на этом рынке. Стремятся эти кредиты им выдать. И в итоге бюджет семьи, либо бюджет одного человека превращается в, ну, если не убыточный, так скажем так, бюджет не может быть убыточным, но в, скажем так, несбалансированный бюджет, когда помимо того, что он тратит много денег на себя, он еще и тратит на кредиты, не может ничего накапливать, и ни о каком финансовом плане в этом случае речь не может идти. Как можно поменять эту ситуацию, Александр? То есть, что нужно предпринять человеку, чтобы изменить свой финансовый план к лучшему? Несмотря на то, что сказали о том, что будем немножечко позже говорить о финансовых инструментах, вы все-таки затронули кредит как некий финансовый инструмент, который в том числе в финансовом планировании имеет абсолютно значимое место. Но, как правильно сказали, для создания финансового плана нам в первую очередь нужно провести анализ. А на что же сейчас мы производим свои затраты? Что сейчас у нас является основными статьями? Я бы порекомендовал каждому составить некий список, как он для себя видит те или иные затраты в течение месяца. Все свои доходы и расходы, которые у него происходят в течение месяца. Это абсолютно анализ человека изнутри, не основываясь только на своем внутреннем отношении к этим затратам. После того, как он подготовит этот некий баланс минимальный, нужно проанализировать, что же на самом деле происходит. Буквально несколько месяцев, один-два месяца, вы анализируете, какие затраты у вас происходят на самом деле. Когда вы начинаете сравнивать то, что вы запланировали, с тем, что у вас произошло, для вас откроется очень много интересных составляющих, тех затрат, которые вы для себя не планировали, которые вы не закладывали и не считаете их вообще нужными закладывать. Но это же случилось, да? Вы же не просто так их планировали в самом начале, вы предполагали, что вот это вам понадобится в течение месяца. Оказалось, что по факту вам понадобилось в два раза больше. Это позволит вам на первоначальном этапе провести тот анализ, который позволит выработать уже подконтрольные затраты. То есть в следующие месяцы у вас пойдут фактически между тем, что вы хотели бы сделать, и тем, что у вас в реальности получилось. И вот тогда появится некая составляющая финансовых средств, которые можно будет выделить на те инструменты, о которых мы поговорим дальше. Ну, помимо затрат, для справедливости нужно заметить, что и активную часть баланса нужно уделить этой части особое внимание. То есть я говорю о активах, которые у человека имеются, наверное, по всем известным нам методикам, да? То есть активы нужно разделить как активы, приносящие доход, непосредственно за период анализируемый, и активы, которые существуют, но доход они как таковой не приносят. То есть мы в своей работе точно так же часто анализируем текущую ситуацию клиента. Неважно, о чем мы говорим, о кредите, либо там о каком-то финансовом консультации, услуге, которая призвана оказать консультацию в финансовом плане. И бывают случаи, что люди просто забывают о тех активах, которые они имеют. Есть клиенты, которые могут вполне забыть, что у них есть гараж в другом городе. В этом гараже находится машина, которая не используется, потому что досталась как-то по наследству. И по сути этот актив, он понемножку тает, ну, в силу амортизации, в силу инфляции и прочих факторов. Этот актив можно было бы перевести в доход непосредственно. И таким образом, главный вывод из всего, что мы сейчас сказали, да, анализируя свои расходы и доходы, активную и пассивную часть баланса, человек может открыть для себя новые возможности по, как, скажем так, экономии средств на расходы, так и по доходной части, то есть увеличить свои доходы в моменте для того, чтобы создать себе некую финансовую подушку, да, то есть продав там тот же самый гараж, либо сдав его в аренду, получить регулярный доход. То есть это очень важно, об этом вспомнить. Ну, а что касательно инструментов и финансовой подушки, защиты, то интересно было бы поговорить о методах финансовой защиты, которые существуют на рынке. Какие это инструменты, что вы можете предложить для таких клиентов? Конечно, Иван, когда мы говорим о финансовых инструментах, в первую очередь нужно поговорить о простом открытии счета в банке, да, это там тот первый этап, который позволяет начать накопление средств. Следующим шагом становится депозит в банке, так называемый вклад. Есть понятные процентные ставки, которые может получать доходность у человека от инвестирования своих средств. И здесь нужно определиться только со сроками. Достаточно интересные последние 3-4 года было вложение, такие как поевые инвестиционные фонды. Здесь не так предсказуема та ставка, которая будет, тот инвест доход, который будет получаться. Так она не предсказуема. Ну, есть некие критерии, которые позволяют говорить о неком минимальном уровне, не во всех поевых инвестиционных фондах, конечно. И там о рисковости нужно не забывать в этом формате. Хотя, надо сказать, что поевые инвестиционные фонды идут именно по пути финансового накопления. Они позволяют пополнять свои счета каждый месяц. Это может быть небольшая сумма, как раз то, что человек готов выделить сейчас для накопления. Для того, чтобы в итоге прийти к некой сумме. Ну и, конечно, нужно сказать о страховании жизни. Страхование жизни – это тот вид, который позволяет совместить и рисковое страхование, и то страхование, о котором мы привыкли говорить. Страхование от несчастного случая, страхование непосредственно себя. И инвестиционный доход. Это страхование нам несколько лет. Это то, что нужно обсуждать обязательно. Этот продукт обязательно нужно обсудить с финансовым консультантом, который будет его вам предлагать. Есть очень много различных программ. Они различаются по году, по сроку, по периоду вложений. И, соответственно, от этого будет зависеть инвестиционный доход. Но основным, и это нужно обязательно отметить, что на всем протяжении этого инвестиционного периода у вас есть защита. Причем защита на очень серьезные суммы. Я считаю, что не стоит пренебрегать страхованием жизни, если мы говорим о долгосрочном планировании. Все-таки вы назвали сроки 10 лет. И действительно серьезные цели, которые подразумевают хороший подход к планированию финансов, это длительный срок. И в данном случае, начиная приумножать и накапливать свои деньги, человек не должен забывать о возможных неприятных событиях в будущем. Для этого нужно защитить себя и своих близких от каких-то непредвиденных событий. Здесь, пожалуй, страхование жизни – это уникальный и, наверное, наилучший средство, инструмент, который может защитить интересы человека. Хотелось бы отметить, что это один из самых наиболее активно развивающихся сейчас видов на рынке. И что касательно вкладов, в сравнении их с ПИФами, я бы хотел тоже свою точку зрения выразить, что вклады зачастую сейчас в банках, они все пополняемые. Плюс этого способа накоплений в том, что он достаточно гибкий, то есть можно как пополнять, так и расходные операции делать зачастую. То есть надо просто обратить на это внимание. Это гарантированная процентная ставка, поскольку она гарантирована федеральным законодательством. Сама сумма вклада защищена государством, как мы знаем. Ни один из инструментов, о которых мы говорили, помимо вкладов, к сожалению, на данный момент в силу законодательной базы Российской Федерации не может похвастаться такой безрисковостью, будем называть. То есть в любом случае либо процентная ставка, как с ПИФами, она не может быть прописана изначально и четко определена. Она зависит от движений, колебаний на рынке. И также сама сумма инвестиций, она нигде, кроме как во вкладах банковских, не застрахована. Это тоже важно нашим телезрителям понимать. Ну, позаботившись о различных инструментах накопления и финансовой защиты себя любимого и своих близких, нужно, наверное, перейти к главному принципу любого финансового плана – заплатить сначала себе. Дело в том, что очень много людей допускают самую распространенную и, наверное, фатальную ошибку с точки зрения финансового планирования. Это когда, получив свой ежемесячный доход в виде заработной платы, происходит распределение финансов по разным затратам. Это уплата кредитов, это уплата квартплаты, ну, все обычные, там, покупка подарков на день рождения близким и так далее. И только затем статок, который, возможно, остается от заработной платы, кладется вот в ту или иную копилочку, да, то есть в тот или иной инструмент. Это принципиально неверно, потому что принцип «заплати сначала себе» он говорит о том, что если вы хотите четко финансово планировать свое будущее, то есть вы должны из только что полученного дохода сразу забрать какую-то часть, которую вы планировали забирать и отложить ее, ну, на тот же там банковский вклад, а затем уже разбираться с возникшими затратами. Если планирование было не совсем эффективным и ту часть, которую вы отложили, она слишком большая, то есть оставшаяся не позволяет покрыть существующие расходы, ну, да, конечно, можно пересмотреть свой план. Но все-таки изначально лучше часть дохода забирать в тот или иной фонд, который создается как инструмент финансового планирования. Это позволит, наверное, более системно достигать поставленные цели. Все-таки куда бы вы посоветовали инвестировать возникающие, накапливающиеся деньги, Александр? То есть недвижимость, остаться на вкладах, либо пифы. То есть какой инструмент наиболее интересен, как вы считаете? С точки зрения инструмента нужно выбирать, это будет зависеть от той цели, которую вы ставите. Если вы ставите краткосрочные планы для себя, да, и там ставите некие краткосрочные задачи, на которые вы будете там накапливать, то, конечно, мы там просто говорим о банковском секторе. Это один из самых простых будет вариантов. Что касается вопроса, связанного с длительным накоплением, и в том числе тут не нужно забывать, что несмотря на то, что мы говорим о финансовом планировании на 10 лет, нельзя забывать про пенсионные накопления. Это та часть, это тот фонд, который мы с вами сейчас зарабатываем, и его нужно делать сейчас. И эффективно размещать. Эффективно размещать, получать инвестиционный доход. И вот здесь мы можем уже говорить о более длительном периоде. Здесь мы можем говорить, опять же, о неком возврате к страхованию жизни и рассматривать этот фонд как в дальнейшем переходящий в пенсионные накопления. Можно открыть просто некие пенсионные планы. На данный момент на рынке появились подобные интересные практики. Вы говорите о негосударственных пенсионных фондах? Мы говорим о негосударственных пенсионных фондах именно в рамках негосударственного пенсионного страхования. Потому что, как мы знаем, мы отчисляем с каждой своей заработной платы еще фонд социального страхования, которое идет на формирование пенсий, и можем ее размещать в различных негосударственных фондах. Понятно. Ну, то есть инструментов достаточно много, выбор существует. Главный критерий при выборе этого инструмента, наверное, это ответ на вопрос, насколько вы готовы рисковать. Потому что все они отличаются степенью риска, но, соответственно, от этого зависит и доходность, которую предлагают эти инструменты. Ну да, нам важна, конечно, здесь очень важно понимать этот баланс между риском и инвестиционным доходом, который мы можем получать. Единственное, что хотел бы добавить, Иван, к тому, что вы сказали о том, что заплати себе сам. Я считаю, что при работе со своей финансовой целью и своими накоплениями нужно перенести статьи финансового накопления в обязательные платежи. Нужно четко определить, какую часть вы готовы постоянно откладывать и финансировать именно вот эти цели и перенести ее в обязательные платежи. С точки зрения того, что необходимо планировать свои обязательные платежи и желательно это делать сразу, это правда и здесь очень важно именно перенести в обязательность этот платеж. Ну да, это более системно и более эффективно. Александр, ну вот мы как бы обсудили эту тему теоретически, мне интересно задать личный вопрос. Вы занимаетесь своими финансами на таком уровне? То есть занимаетесь ли вы планированием своих личных финансов так, как мы сейчас об этом рассказали нашим зрителям? Да, конечно, Иван. Я ставлю себе и финансовую задачу, и делаю финансовый план, и что самое, как мне кажется, основное, я постоянно анализирую свои расходы. Это тот путь, который нужно будет в любом случае, по которому нужно будет в любом случае идти с точки зрения достижения своей поставленной финансовой цели. Отлично. Ну скажите, поделитесь успехом, либо каким-то опытом. Уже есть те или иные цели, которые вы смогли достичь. И было ли это достижение этих целей именно обусловлено вашим подходом к своим финансам? Либо это произошло стихийно? На этапе установления финансовой цели и ее изменений одним из подпунктов было приобретение машины. И эта цель была с минимальными затратами достигнута именно за счет того, что она полностью была вписана в финансовый план. Понятно. То есть интересно еще понять, какими практическими инструментами вы пользуетесь. То есть сейчас на рынке достаточно много предлагается различных инструментов. Я имею в виду программы в телефон устанавливаются для того, чтобы фиксировать свои затраты. Некоторые люди по старинке записывают свои затраты буквально на бумажку, чтобы четко понять структуру затрат. Какими методами пользовались вы? Что вам помогало в этой работе? Вы абсолютно правы, что сейчас развитие техники настолько удобно и эффективно, что создать, если раньше необходимо было просто создать какую-то таблицу для того, чтобы можно было конспектировать свои затраты. Сейчас есть очень много специализированных программ. Они все представлены для мобильных телефонов, позволяют вам удобно и быстро просматривать свои затраты, группировать их по статьям. Есть очень много бесплатных приложений для различного рода инструментов. Здесь, наверное, будет неправильно выделять какой-то из инструментов. В любом случае человеку нужно будет попробовать несколько вариантов сделать, попробовать для себя, насколько удобно пользоваться именно ему. Насколько удобно это делать в мобильном телефоне, или это удобнее делать дома на компьютере один раз в день вечером. Вот здесь может быть очень большое количество вариантов, и они зависят от предпочтений человека. Итак, составлять или нет долгосрочный финансовый план, живя в не самой стабильной стране? Я думаю, на этот вопрос ответ мы нашли. Однозначно нужно прибегать к этой практике, нужно обязательно анализировать свои доходы, свои расходы, ставить четкие и понятные конкретные цели, как по времени, так и по критерии достижимости этой цели. То есть что должно являться подтверждением того, что цель достигнута? Конечно, наверное, не сразу получится у всех на 100% достигать этот результат в поставленные сроки, но если не ставить цель вообще, то и результатом будет, как мы сейчас часто это наблюдаем, человек все, что зарабатывает, он тратит, либо даже живет в долг. То есть нужно стараться, нужно пытаться ставить себе эти цели, анализировать, и тогда, даже если будут какие-то неудачи, все равно и результаты человек обязательно заметит. Согласны с этим? Обязательно. Необходимо ставить точные для себя цели, и тогда результат обязательно будет. Спасибо, Александр. Спасибо, Иван. Это была программа «Финансы». Увидимся в следующий раз. Продолжение следует...